Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуры Чувасской Республики. И я, и ведущий, Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с обеспечением законности при принятии нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоправления и их должностными лицами. В Чувасской Республике государственными муниципальными органами издаются множество нормативных правовых актов, признавших регулировать общественные отношения по тем или иным вопросам. Всегда ли они являются законными? А если нет, то каковы последствия для граждан в этом случае? Можно ли предотвратить принятие незаконного правового акта? Что делается прокуратурой в этих целях, в целях повышения качества правотороческой деятельности? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня на студии прокурор отдела управления по назору соблюдения федерального законодательства прокуратуры Чувасской Республики Сергей Александрович Коборкин. Здравствуйте, Сергей Александрович! Сергей Александрович, хотелось бы уточнить. Вот тема нашей передачи посвящена вопросам обеспечения законности региональных и муниципальных правовых актов. Сразу хотелось бы определиться, что это такое правовые акты? Ну, как известно, в Чувашской Республике у нас созданы законодательные и исполнительные органы государственной власти. К законодательным органам это относится Государственный совет Чувашской Республики, к исполнительным относятся Кабинет министров, администрации главы Чувашской Республики, министерства, ведомства. А на уровне городов и районов созданы органы местного управления. К представительным органам местного управления, как правило, относятся собрания депутатов, а к исполнительным распорядительным органам местного управления, как правило, администрации районов и городов. Кроме того, уставом может быть предусмотрено создание контрольно-счетного органа и иных выбранных органов местного управления. Все эти органы государственной власти и органы местного управления наделены полномочия по изданию нормативно-правых актов. Так, премьеры Государственного Совета Чуварской Республики издают законы Чуварской Республики, Кабинет Министров издает постановления. Представительный орган местного управления, собрание депутатов, как правило, свои правовые акты облекают в форму решений, а администрация района в форме постановлений. Вот за законностью издаваемых указанных сейчас мною правовых актов и следит прокуратура. Скажите, пожалуйста, а каким образом прокуратура считает надзор за законностью указанных правовых актов? Надзор в данной сфере строится на основном принципе. Это изучение всех издаваемых нормативно-правовых актов в течение 30 дней со дня их принятия. То есть не обязательно, чтобы ограждение пожаловалось в прокуратуру для того, чтобы была проверена законность того или иного правового акта? Совершенно верно. Прокуратура проверяет все нормативно-правовые акты независимо от того, есть ли обращение или нет, или отсутствие такового обращения. Эта работа строится на постоянной основе. И надо отметить, что изучаются правовые акты в течение 30 дней со дня принятия, а не со дня вступления в законную силу нормативно-правового акта или со дня его официального опубликования. И подчас это помогает на стадии его вступления в законную силу предотвратить возможные негативные последствия в случае его противоречия действующему законодательству. В случае его применения, так понимаю? В случае его применения. Как говорится, лучше предупредить нарушение закона, чем устранить последствия нарушения этого закона. А каким образом еще прокуратура участвует в профилактике именно издания незаконного правового акта? Существуют ли определенные механизмы, которые направлены на профилактику принятия незаконного правового акта? Да, действительно, такие механизмы существуют. И надзор в данной сфере носит упреждающий характер. То есть мы перед принятием нормативного правового акта изучаем проекты органов государственной власти. И на уровне муниципалитетов это проекты органов местного управления. И в случае выявления в них каких-либо противоречий действующему федеральному законодательству, мы направляем в правотворческий орган информацию с замечаниями. Как правило, эти замечания учитываются, и в конечном итоге правовый акт принимается в соответствии с требованиями федерального законодательства. Тогда возникает вопрос, а все ли проекты нормативных правовых актов присылают в прокуратуру? Существуют ли здесь проблемы технического и организационного характера, когда, допустим, проект представляется прокуратуру за три дня до принятия буквально правового акта, либо вообще за день, что в принципе не дает возможности качественно изучить правовый акт и, соответственно, отреагировать? В настоящее время органам прокуратуры обеспечено практически стопроцентное предоставление проектов нормативно-правовых актов как на уровне региональной власти, так и на уровне органов местного управления. Однако, конечно, следует отметить, что 3-4 года назад в этой ситуации были проблемы с представлениями указанных проектов, но нам удалось эту ситуацию преломить, и в настоящее время нами обеспечивается изучение всех проектов правовых актов, и, конечно же, эти проблемы в настоящее время сняты, и если есть как органы прокуратуры, так и органы местного управления понимание этой единой цели, то есть формирование правового пространства в соответствии с требованиями федерального законодательства, то, в общем-то, эта работа, она будет налажена. Тогда возникает вопрос, не приводило ли активное участие органов прокуратуры в формировании как раз-таки так называемого правопространства, то есть в процессе принятия правового акта путем изучения проектов нормативных проактов, тому, что юридические службы перестали фактически работать с надлежащим образом, то есть перестали качественно изучать проекты нормативных правовых актов, и в итоге как бы направляли проекты некачественные, скажем так, мол, прокуратура и так за нас поработает, и, если что, все равно у меня все это замечание на эти проекты. Да, такие ситуации имели место. Мы вынуждены были направить... То есть имели место в случае, когда один и тот же проект нормативного правового акта присылался несколько раз в прокуратуру, и мы каждый раз писали на него замечания, выявляли в нем правовые пробелы, коррупциогенные факторы, и в итоге в текущем году мы направили письмо в адрес главы Чуфарской республики, в котором отразили ряд органов исполнительной власти, которые допускали подобные факты, и после этого ситуация, в принципе, поменялась. Кроме того, необходимо отметить, что были случаи, когда на согласовании представились проекты приказов от министерств, которые разрабатывались вне рамок предоставленных полномочий этому министерству. И следует, конечно, отметить, что в министерствах у нас работают юристы, и действительно, наше письмо в адрес главы Чуфарской республики было направлено на то, чтобы побудить этих юристов, которые получают соответствующую оплату труда за твой труд, чтобы они работали более эффективно и не надеялись на только правоторческую деятельность прокуратуры. — Получается, что если, допустим, даже принимается правоакт вообще вне пределов компетенции, то затрагиваются определенные трудовые ресурсы, то есть привлекаются работники, в том числе и других ведомств, например, Минюст и так далее, то есть фактически это получается, работа идет на корзину и неэффективна. Согласитесь ведь так? — Да, мы считаем, что юристы соответствующих ведомств, они получают заработную плату, соответственно, должны качественно и эффективно работать, а не перекладывать эту обязанность на прокуратуру. — Все мы знаем, что, получается, при наличии противоречий в проектах нормативных правоактов прокуратура вносит замечание, да? А какие меры прокурорской реагирования могут быть применены в том случае, если все-таки принят незаконный нормативный правоакт, как прокуратура может отреагировать уже на эту ситуацию? — Действующее федеральное законодательство предоставляет прокурору право принесения протеста на противоречащий действующему законодательству нормативно-правовый акт. Протест должен быть рассмотрен в течение 10 дней, по результатам которого о результатах его рассмотрения должно быть сообщено в прокуратуру. Если протест приносится на закон Чувашской республики, либо на решение предстоятельного органа местного управления, то такой протест подлежит рассмотрению на ближайшем заседании предстоятельного органа. — А если протест отклонят, не согласятся с прокурором? — Тогда у прокурора есть полномочия по обращению в суд заявлений о признании нормативно-правового акта недействующим полностью либо в его части. Соответственно, в случае удовлетворения требований прокурора на правотворческий орган также возлагается обязанность на основании решения суда привести в соответствие данный нормативно-правовый акт, который был оспорен. — А как сказывается на правах граждан принятие незаконных правовых актов органов государственной власти и местного самоправления? — Порой достаточно негативно. Так, к примеру, в декабре 2012 года был принесен протест на решение собрания города Новочебоксарска, которым устанавливался различный размер платы за содержание и ремонт жилья. Так, собственники помещений, которые проживали на четвертом и высших этажах, платили плату за содержание и ремонт жилья выше, нежели те собственники помещений, которые проживали на первых трех этажах. Однако, жилищный законодательство исходит из того, что размер платы за содержание и ремонт жилья должен быть для всех одинаков, потому что и лифт, и крышу должны ремонтировать в общем-то все собственники помещений. И ввиду явных противоречий федеральной законодательству данный нормативно-правовый акт был оспорен. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Возможно, многие не замечали, что статья за содержание лифта в многоквартирных домах больше двух лет была разной для жильцов. Так, жители первых трех этажей, которые, по сути, не пользуются скоростным средством передвижения в доме, платили за лифт меньше, чем те, кто живет на других этажах. Однако, стоит пояснить, что жители верхних этажей платили не больше, чем установлено. Возможно, в этом есть доля правды. Однако, такое решение городских депутатов противоречило Жилищному кодексу. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, лифты входят в состав общедомового имущества. И, соответственно, также Жилищным кодексом, как все собственники жилых и нежилых помещений, так и наниматели жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения обязаны нести расходы по содержанию общедомового имущества путем внесения платы за содержание и ремонт имущества общего в многоквартирном доме. И таким образом, вне зависимости от того, на каком этаже находится помещение, собственник или наниматель обязан нести одинаковую плату, одинаковую, то есть обязанность по содержанию лифта. В связи с этим прокуратуре города был принесен протест, который рассмотрен 21 марта 2013 года на Чебоксарском городском собрании депутатов. Теперь размер платы за содержание и обслуживание лифта устанавливается в одинаковом размере. Все жильцы, проживают они на первом или девятом этаже, платят за содержание и ремонт лифта одинаковую сумму. Решение вступило в силу с 1 апреля 2013 года, поэтому с этой даты все жильцы многоквартирных домов будут платить за лифт одинаково, а перерасчета за предыдущие года не будет. В прокуратуре города отмечают, что проверки решений народных избранников проводятся регулярно. Впрочем, возникает вопрос, каким образом будет работать федеральный закон в новых домах, где, например, один подъезд состоит из пяти этажей, а соседний из девяти. Ведь дом один, подъездов два и более, а лифты будут установлены не во всех подъездах. Эту проблему еще предстоит решить совместными усилиями. Всегда ли достаточно принесения протеста прокурорам для того, чтобы были приняты меры к обеспечению законности правого акта? Или все-таки прокурор иногда приходится обращаться в суд, отстаивая свою позицию уже в суде, доказывая свою правоту? Ну, к сожалению, такие случаи имеют место. В качестве такого примера можно привести о спаривании в суде распоряжения администрации города Чебоксары, которым предусматривалось, было принято решение о развитии застроенной территории и о сносе 27 квартирных домов. Однако, в соответствии с государственным кодексом, подобное решение может приниматься в случае, если указанные на квартиру на дома были признаны ветхими и аварийными, и существует такая адресная программа. Однако на уровне муниципалитета таких сведений о том, что данные квартиры на дома были признаны ветхими и непригодными для проживания, не имелось. Также не имелось и муниципальной адресной программы. И по изложенным основаниям также мы вынуждены были обратиться в суд о признании данного правого акта недействующим. То есть людей фактически не должны были выселять из собственных квартир. Да, и совершенно верно. В последнее время очень часто меняется федеральное законодательство. Только принят один закон, вдруг принимается уже другой закон и вносит изменения уже в этот закон. То есть фактически у нас многие региональные и муниципальные правоакты вообще приняты в целях реализации как раз-таки федерального законодательства. Не вступают ли они в противоречие с федеральным законодательством в связи с тем, что вносят изменения как раз-таки в федеральное законодательство и возвращается ли прокурор к проверке того самого нормативного правого акта, который принят в исполнении федеральной законодательности для того, чтобы, соответственно, принять меры к приведению его в соответствие с федеральным. Да, прокуратура подобную работу проделывает в случае внесения изменений на федеральном уровне. Мы анализируем эти изменения, соотносим их с действующими региональными актами, и в целом это называется сверка. То есть мы обращаемся к ранее принятым нормативным правовым актам на предмет их соответствия вновь внесенным изменениям в федеральное законодательство. Ну, тогда возникает вопрос, а вот эти сверки в какие-то сроки определенные проводятся? Или можно, допустим, целый год ждать, пока, получается, вступил в силу федеральный закон, но только после этого привести в соответствие региональный муниципальный правовый акт? Нет, эти сверки мы проводим в течение месяца, со дня внесения изменений на федеральном уровне. Спасибо. А какие еще дефекты в правоотворческой деятельности, кроме принятия незаконных правовых актов, встречаются на практике? Существуют такие недостатки в законодательстве, как пробелы правового регулирования. То есть, когда остаются неурегулированы какие-либо правоотношения в определенной сфере. Какие поломочия имеются у прокурора по устранению пробелов в правовом регулировании? Во-первых, прокурор в праве вносить предложение в законодательный орган или в орган, обладающий законодательной инициативой, с предложением о внесении изменения того или иного закона. Во-вторых, хотя Конституция Российской Федерации и Генеральный прокурор и не наделен полномочиями по законодательной инициативе, однако большинстве субъектов Российской Федерации, в том числе и Чувашской Республики, такое право прокурорам предоставлено. И что свидетельствует о том, что прокурор в праве направить законопроект в Государственный совет Чувашской Республики с уже разработанным законопроектом. И по инициативе прокуратуры Чувашской Республики был уже принят ряд проектов, был принят ряд законов Чувашской Республики. К примеру, это закон Чувашской Республики о противодействии коррупции, о профилактике правонарушений, о профилактике наркомании, Закон Чувашской Республики о общественных воспитателях. Сейчас мы знаем, что, например, нельзя пребывать детям до 18 лет без сопровождения взрослых в ночное время суток. Насколько я знаю, что этот законопроект тоже был принят по инициативе. Да, указанный закон, так называемый закон о комендантском часе, он также был принят по инициативе прокуратуры Чувашской Республики. И, в-третьих, прокурор вправе принести акт прокурорского реагирования представление с требованием об разработке конкретного нормативного правового акта, направленного на реализацию федерального законодательства, либо обратиться в суд. К примеру, в текущем году прокурор Маргарского района в связи с внесенными изменениями в федеральный закон о противодействии коррупции, которыми предусматривается обязанность руководителей государственных и муниципальных учреждений представлять справки о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, и в исковом заявлении направленном суде было поставлено такое требование о разработке от нормативного правового акта, направленной именно на реализацию данных положений федерального закона о противодействии коррупции. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Муниципалитеты должны были принять соответствующие нормативные правового акта, регламентирующие порядок представления этих сведений. И, соответственно, работа должна была уже быть начата по представлению справок о доходах этими директорами муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. Вместе с тем, до настоящего момента указанные действия приняты и исполнены не были, хотя закон вступил в силу с 1 января 2013 года. В соответствии с этим прокуратурой были приняты меры по предъявлению исковых заявлений ко всем 16 сельским поселениям об обязании в кратчайшие сроки разработать и утвердить нормативно правового акта, регламентирующие представление данных сведений о доходах. В ходе судебного заседания ответчикам были приняты, представлены документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений, то есть нормативно правовые акты были приняты и справки о доходах будут представлены обязанными лицами. Спасибо, Сергей Александрович, за интересный и содержательный разговор. Существованием правового государства невозможно без качественного правового регулирования общественных отношений, особенно если они касаются наиболее жизненно важных вопросов. Многое зависит от компетентности, дисциплинированности и сознательности прокуратурских органов. Но, как видим, все еще часто приходится вмешиваться в их деятельность органам прокуратуры. Значит, есть к чему стремиться. Стремиться к тому, чтобы каждый из нас мог полностью быть уверен, что мы живем в едином правом пространстве, в котором нет противоречий, пробилов и лазейк. Уважаемые телезрители, если у вас возникли неразрешимые проблемы, касающиеся соблюдения ваших прав и законных интересов, вы можете обратиться к нам в редакцию программ «Правовое поле». Сделать это можно, написав по адресу город Чебоксары, улица Композиторов-Воробьев, дом 10, или по электронной почте tvsobachka.ntrk21.ru, непременно с пометкой «Правовое поле». Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok